Микрозайм нередко выступает в качестве спасательного круга для человека, попавшего в зависимость от недостатка денежных средств. Не секрет, что одалживая деньги на короткий срок и с гарантированно низким процентом в рамках программы микрокредитования. Гражданин тем самым использует единственно возможный способ избежать процедуру банкротства. Микрофинансовая организация выступает в данном случае в роли спасителя. Займодавец предоставляет в срочное пользование денежные средства, а заемщик обязуется возвратить в определенный срок и с уплатой процентов взятую сумму денег. Неисполнение обязательства по договору микрокредитования в силу закона влечет определенную ответственность. Человек не может возвратить микрозайм по договору микрокредитования. Что тому является причиной? К первой категории причин, послуживших основой для просрочки исполнения обязательств, можно отнести банальное стечение обстоятельств. Озвучено Яндекс Спичкит. Человек бездумно тратит деньги на неотложные нужды или не имеет таковых наописанные траты, но не придает значения серьезности своего положения. Он наивно полагает, что завтрашний день принесет ему финансовое благополучие. Но, увы, доход не растет, а то и совсем уменьшается до критического уровня. Проценты по микрокредиту продолжают расти независимо от воли заемщика. В современных реалиях получить микрокредит в микрофинансовой организации очень и очень просто. Процедура подачи заявки и оформления договора до предела упрощена и доступна. При наличии паспорта гражданин легко может реализовать свое право участия в микрокредитовании. Последним фактом не применули воспользоваться мошенники. Похитив у доверчивого или невнимательного гражданина документ, удостоверяющий личность. Мошенники обращаются в микрофинансовые организации с заявкой на получение займа от чужого имени и присваивают денежные средства. Размер такого заимствования может быть довольно значителен. Редко, но встречаются случаи использования подростками паспортов своих родителей для получения микрозаймов. Ничего не подозревающие родителями становятся заложниками ситуации по возврату долгов. Пострадавшие от действий мошенников или обманутые своими же родственниками составляют немногочисленную, но стабильно пополняемую, группу задолжавших по договорам микрозайма. Довольно внушительную по составу представляет группа заемщиков-должников, регулярно получающих кредиты и займы, как в банках, так и в микрофинансовых организациях. Их еще называют регулярными заемщиками. Названные заемщики искушены обращениями за получением займа. Процедура оформления заявки и кредитного договора им хорошо известна. Их обращение за получением кредитов системны. Причем кредитная эпопея для них оборачивается как успехами, так и поражениями. Но в итоге результат один в случае получения кредита, лицо из числа названной категории заемщиков не спешит возвращать долг. Чаще всего они надеются получить новый кредит или займ с целью закрытия старого. В последнее время такие заемщики, пользуясь простотой существующей процедуры, все чаще обращаются за займом именно в микрофинансовые организации. Причем не редкость встретить заемщика с несколькими неисполненными договорами микрокредитования. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Единственным действием со стороны заемщика, которое будет отвечать интересам обеих сторон договора на предоставление микрозайма, возврат взятых денег в установленный срок. Но что делать, если денег нет, а срок погашения займа подошел к концу или уже истек? Прежде всего следует обратиться организацию, выдавшую займ, с просьбой предоставить отсрочку или рассрочку погашения задолженности по договору. Период такой отсрочки или рассрочки оговаривается индивидуально. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Уступка со стороны заемодавца может быть и на месяц, а может исчисляться и месяцами. Возможно иные механизмы погашения задолженности по договору микрокредитования. Все в силах договаривающихся сторон. Заемщику не нужно бояться вступать в диалог с микрофинансовой организацией. Последняя же при наличии доброй воли заемщика должна рассудить разумно и пойти навстречу. Озвучено Яндекс.Спичкит. Главное, о чем нужно помнить заемщику проценты за пользование денежными средствами и неустойка за просрочку оплаты задолженности не перестают начисляться. Проценты и неустойка в денежном выражении составят значительную сумму. Рекомендация в выборе алгоритма поведения добросовестного заемщика договориться с взаимодавцем и принять все меры к погашению долга. Исчерпав все возможности по возврату денежной суммы займа по договору, микрофинансовая организация будет вынуждена совершить следующие действия. Обратиться за разрешением спора и взысканием суммы задолженности по договору займа в суд. Основанием для обращения микрофинансовой организации в суд, как правило, является просрочка возврата долга более чем на год. Бремя доказывания требований, а также защита своих законных прав и интересов в случае судебного разбирательства, лежит на сторонах спора. Исход судебного разбирательства будет зависеть от достаточности представленных доказательств просрочки погашения обязательств заемщикам. Должник вправе представить свои контраргументы как лично, так и обосновав свою позицию с помощью привлеченного адвоката или юриста. Итогом рассмотрения спора в суде может явиться решение о взыскании суммы задолженности. Процентов за пользование денежными средствами в соответствии с договором, а также неустойки за просрочку исполнения обязательства. В качестве меры обеспечения решения суда о взыскании суммы задолженности может быть арест движимого или недвижимого имущества должника. Методы работы коллекторов не всеми однозначно воспринимаются и далеко не бесспорны по своему характеру. Однако они имеют место быть и с их существованием, несмотря на возникающие протесты, следует мириться. Действуют коллекторы порой жестко. Должнику нужно быть готовым к их визитам домой и назойливым звонкам на телефонный номер. Впечатления от названных действий не всегда будут приятными. В своей работе коллекторы преследуют единственную цель возвратить задолженность по договору займа, получив для себя максимально возможное комиссионное вознаграждение. Заемщик, желая избежать участия в двух вышеназванных достаточно неприятных процедурах, прямо должен быть заинтересован любыми средствами и в кратчайший срок исполнить взятые на себя обязательства. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok